Собянин сегодня будет мной очень доволен, ведь я строю легендарный московский автобус МАЗ-203. Этот автобус родом из Белоруссии, но он ассоциируется именно у меня почему-то с московским автобусом в новой синей ливреи. Итак, поехали строить эту модель. Меня зовут Даша, вы на канале Даша Моделс. Поехали! Начала я работу над московским автобусом с грунтовки, и грунтовать такую модель нужно обязательно. У нее большие поверхности из металла, но забегая вперед, я скажу, что тут грунтовка мне не очень помогла. Все равно были сколы базового слоя, и мне приходилось немного подкрашивать. А я делаю московские автобусы, а у них есть очень характерная деталь. Это эмблема МАЗ, ее либо нет, либо она смещена в сторону, а по центру носика автобуса красуется эмблема Мосгортранса. И поэтому эмблему МАЗ с мордочки автобуса я спилила напильником, и в таком виде автобус отправляется в окраску. И толком в этой модели собирать особо и нечего, все придется красить отдельно. Я только склеила полы из двух деталей. А купить набор для сборки такого автобуса можно в магазине Модельная Лавка. На лавке часто выходят эксклюзивные модели, которых нет на других площадках. И совсем недавно там вышла модель бетонной мешалки на шасси КАМАЗ. А применяя этот промокод, вы можете сэкономить 500 рублей на своем первом заказе. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. Еще я очень рекомендую подписаться на мою группу ВК. Там ведь можно опубликовать на всеобщий суд свою работу и узнать самые острые новости моделизма. А на цене выходят мои материалы в текстовом формате. А благодаря телеграм-каналу вы не пропустите новый контент. Я окрашу автобус в базовый цвет. И по счастливой случайности, а может быть и нет, синий, который используется для раллийного КАМАЗа и для техники Москвартранса, это один и тот же оттенок. И поэтому я применяю синюю краску от GemScale. За кадром я окрасила сидение в базовый серый цвет. И теперь я окрашу обивку сидения в несколько другой оттенок синего. И вручную я прокрашу поручни в желтый цвет. А как автоматизировать этот процесс у меня пока идей нет. А сидений тут очень много. А вот тут я попытаюсь воспроизвести характерный орнамент сидений. Я недавно была на выставке, посвященной московскому дизайну. И там среди прочих экспонатов было такое сидение за авторством студии Артемия Лебедева. Если вы приглядитесь к орнаменту, то вы сможете увидеть знакомые московские очертания. А я уж столь мельчить не буду, но паттерн задам я при помощи губки для мытья посуды. Ну а после того, как сидения высохли, я их посажу на свои места. И для этих целей я использую суперклей, так как на обычный модельный клей окрашенные детали приклеить будет невозможно. Особенно детали из АБС пластика. И спасибо моим спонсорам за поддержку. Вы тоже можете вступить в их ряды благодаря функции спонсорства на YouTube или же при помощи сервиса Boosty. Или функции донат в моей группе в ВК. Спонсорство это не только ваше имя в моем видео, но и эксклюзивный контент. Например, специально для спонсоров у меня вышел гайд по аэрозольным краскам от фирмы Звезда. А ссылочка на все ресурсы будет в описании к видео. И самый хардкорный момент в работе над моделью это маскирование стекол. А стекол тут очень много, это же весь автобус. Но благо все боковые стекла сделаны единой деталью. Впрочем, это не сильно упростит задачу. И обратите внимание, что на настоящем автобусе стекла затонированы с внутренней стороны. Так поступлю и я. В общем, мне надо очертить скотчем рамы. И это самое сложное. Я давно читаю легендарный M-Hobby. Это фактически ее единственный журнал о моделизме, который выходит в настоящее время на русском языке. И самое главное, из месяца в месяц он нам дает качественный контент. Но с одной статьей я не очень согласна. К сожалению, модели от ЭВД попадают на обзор довольно редко. И, видимо, чешские летаки в большем приоритете для журнала. Но для меня, как для фанатки отечественных грузовиков в масштабе, любая рецензия на модель ЭВД от журнала воспринимается как глоток свежего воздуха. Так это и произошло со статьей о модели автобуса МАЗ-203. А я боюсь браться за модели автобусов. И они, очевидно, сложнее своих грузовых собратьев. И статья о МАЗе меня сильно вдохновила на постройку моего собственного автобуса. И она даже придала уверенности в этом мероприятии. И за это статье спасибо. А в материале красочно описывается достоинство модели. И она отлично стыкуется. И, конечно же, там были некоторые замечания. И самое главное, модели поставили 5 звезд из 5. Что, наверное, может говорить о высоком качестве исполнения набора и почти полному соответствию прототипу. И также, наверное, 5 звезд должны говорить о простоте сборки. И я попробовала собрать автобус. И знаете, если исключить наборы из смолы, это оказалась самая неудачная модель от ЭВД. Лично для меня. И у данного набора оказались большие проблемы со стыковкой. Если, например, у обычных грузовиков это можно все купировать из-за малой площади соприкосновения деталей, то тут был сущий ад. Например, после окраски стекол я их разместила на свои места. Потом надо было поставить на место потолок. Именно после стекол таково дробление модели. И пока я позиционировала потолок, ибо он входил с перекосами и со слишком большим натягом, вся красота стекол потеряла свое былое величие. И мне пришлось все подкрашивать заново на собранной модели. А по окончанию этого процесса я просто черным цветом закрашу голые участки этих деталей. И время смывки. А смывкой мне надо выделить рельеф автобуса. И благо тут особо выделять-то и нечего. Я уже не говорю про поручни, которые даже теоретически нельзя поставить правильно в модель. А из коробочной декаль, по крайней мере, московский автобус вам показать не поможет. Тогда зачем вообще в нее включили характерный округлый орнамент? Это, конечно же, вопрос. И мне непонятно, откуда в рецензии взялись 5 звезд из 5. Причем выпуском ранее выходила рецензия на военный КАМАЗ с цистерной. И автор статьи оценил эту модель в 4 из 5. А моя оценка этой модели автобуса МАЗ-200 – это будет 3 из 5 и 3 с большим минусом. Если вы новичок, я думаю, от этой модели стоит вам держаться подальше. Чтобы построить московский автобус, вам нужны будут некоторые переделки и докупка декалей. А принцип сборки рассчитан на опытного моделиста с большим запасом терпения. МАЗ-203 – это фактически единственный автобус, производящийся на территории бывшего СССР, который закупается в страны Евросоюза, такие как Польшу, Германию, Румынию. Благодаря высокому качеству сборки, качественным и неприхотливым двигателям от Mercedes-Benz, МАЗ-203 завоевал такую хорошую популярность. Они работают в десятках, если не в сотнях городах России, а также на улицах городов Украины, Белоруссии, Казахстана, Сербии, Польши и других. А с декалями тут не все просто. Те декали, которые идут в коробке – это сборная солянка опознавательных знаков. Например, маршрута указателя нет в принципе, и, видимо, АВД предлагает делать модель с выключенным табло, и это же неинтересно. Поэтому для придания большей аутентичности модели мне пришлось немножко исхитриться. А самостоятельно сделать подобный маршрут и указатель довольно сложно. Нужно как минимум освоить какой-нибудь графический редактор, и плюс распечатать самому декаль. Но благо в продаже есть готовая декаль с нужным набором обозначений. Только там изображен маршрут, который я не использую в жизни. Ну и ладно. Зато с декалью модель будет смотреться намного живее, чем без нее. И обратите внимание, что декали я приклеиваю как бы лицом на стекло. И также я немного за декалью внутреннее пространство автобуса. Думаю, многие знают, что бренд «Московский транспорт» предполагает голубой окрас наземного транспорта. И раньше как таковой единой расцветки не было. Трамваи и троллейбусы имели самую разнообразную цветовую гамму, и почти все московские автобусы – бело-зеленую окраску, которая явно успела понадобить. Но это было довольно удачное решение после желтого. А бело-зеленые автобусы отличались от всех машин на дороге, а сочетание цветов было приятно глазу. Однако от этой цветовой гаммы решили отказаться. И с 2015 года Москорстранс начал заказывать автобусы голубого цвета. И при этом специально перекрашивать или обклеивать старые автобусы в течение ограниченного времени не стали. Этим занимались по мере износа старого покрытия. А общим цветом всего наземного общественного транспорта хотели подчеркнуть его связанность друг с другом. Когда вы, вне зависимости от перевозчика, можете всегда оплатить поездку любым удобным для вас способом. Будь то социальная карта, тройка или же что-нибудь еще. И, кстати, спустя некоторое время мне в группу ВК ответил сам автор обзора модели автобусов М-Хобби Дмитрий Колесник. И объяснил свою оценку модели. А кому интересно, можете заглянуть в мою группу ВК. Ссылочка есть в описании к видео. И любопытно, Дмитрий указал, что модель Маза 203 заметно лучше своего коллеги. Модели Лиаза 677М и также ЗИУ-9. И обе эти модели я тоже собирала. И видео о работе над ними у меня есть на канале. Хоть это было давно, но впечатления от сборки указанных машин у меня остались более положительные. Например, Лиаз прошел испытание моим рабочим столом просто на ура. И я получила колоссальное удовольствие при работе над ним. И даже навскидку вопросов к модели не было. Троллейбус ЗИУ-9 я не собирала, но в работе у меня была его удлиненная версия ЗИУ-10. И видео о постройке этого гиганта тоже у меня есть на канале. И ЗИУ-10 тоже был собран без каких-либо замечаний. А вот с Мазом 203 у меня как-то не срослось. Может мне просто не повезло с набором. И кстати, а вы любите модели общественного транспорта? Если да, то ставьте лайки и пишите комментарии. Если хочешь увидеть больше подобных машин у меня на канале. И буквально только что я взялась за стройку еще одного венгерского автобуса. Окрашу некоторые детали интерьера. И красками по стеклу я обозначу задние фонари автобуса. А маркером цвета хром я прокрашу передние огни. Но после некоторой серии мотюгов мне все-таки удалось собрать автобус в единое целое. И мне очень долго не удавалось правильно разместить потолок. И сколько же нервов мне это все стоило. А про поручни я вообще молчу. Это еще то испытание. Но так или иначе, работа над автобусом идет к завершению. И мне надо вручную проработать внешние элементы. Такие как уплотнители дверей и поворотники. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А теперь я придам автобусу нужные айдентики. И, например, самая яркая деталь – это орнамент, который идет по всему борту машины. Декаль с ним я взяла из набора декалей с маршрутоуказателями. И также я размещаю на корпусе инвентарные и государственные номера, а также логотип Мосгортранса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И вот такой у меня получился автобус. Конечно, модель получилась у меня не идеальной, но в свое оправдание я хочу сказать, что эта модель довольно сложная в плане того, что многие детали после окраски не соединялись качественно, и получалось такое соединение с натягом. И, соответственно, часть покрасочного материала у меня слезала в процессе сборки. И повторные попытки что-то исправить приводили к тому же результату. И надеюсь, что в целом это не испортило впечатления от модели. У меня получился довольно узнаваемый и такой прям настоящий символ московского транспорта автобус. И сейчас, к сожалению, а может быть и к счастью, эти автобусы заменяют камазовскими электробусами. И такой уже практически не встретишь в Москве. Но это реальный автобус, реальный маршрут. И, надеюсь, у меня получилось передать образ такого транспорта. И надеюсь, что я вас смогла вдохновить на свои собственные стройки. И вы получили какую-то интересную информацию в этом видео. До новых встреч. Пока-пока. Ссылочку на магазин и промокод. Я покупаю такие модели. Вы можете найти в закрепленном комментарии под видео.